2 февраля в России вспомнят памятную дату. 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Накануне события состоялось заседание регионального оргкомитета «Победа». Участники обсудили, как увековечить память воинов, погибших при защите Отечества в прошлые годы и в период специальной военной операции. Уже сейчас проводится огромная работа, открываются мемориальные доски, устанавливаются стеллы и баннеры с фотографиями героев. Имена защитников Отечества присваиваются образовательным учреждениям и спортивным турнирам. Несмотря на то, что в этом направлении ведется активная работа, есть случаи невнимательного отношения к героям и их памяти. Глава региона потребовал разобраться в ситуации и навести порядок. Такой подход, затягивание или игнорирование абсолютно недопустимы. Каждый герой нам важен. И имя и подвиг его бессмертны и нужны. Нужны нам, нужны молодому поколению, как пример настоящего искреннего патриота своей страны, героя нашего времени. В Ульяновской области приступило к работе региональное отделение Комитета семей воинов Отечества. По поручению президента России Владимира Путина, участникам СВО и их семьям будет оказана максимальная и всесторонняя поддержка. Задачи Комитета очень объемные. Если их объединить, получается это оказание помощи семьям, участникам специальной военной операции и самим участникам, которые прибыли уже домой. Для того, чтобы увековечить память воинов разных эпох и периодов, все министерства и ведомства региона объединились. Каждый внес свой вклад под лозунгом «Мы вместе». Министерство социального развития организует участвование ветеранов на дому, жителей блокадного Ленинграда, участников войны, награжденные медалью за оборону Ленинграда, медалью за оборону Сталинграда. Областной турнир по хоккею с мячом среди воспитанников детских домов Ульяновской области. Министерство молодежного развития, слет поисковых отрядов Ульяновской области, приуроченный к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск. В Сталинградской битве. Министерство молодежного развития помогает проводить поисковые работы, отыскивать неизвестные воинские захоронения, устанавливать имена погибших и пропавших без вести солдат, заносить их в книги памяти. В настоящее время в регионе действует 9 поисковых отрядов и объединение общей численностью более 300 военных археологов. За прошедшие годы работы было найдено и поднято более 4000 останков солдат и командиров рабочей крестьянской Красной Армии, ранее считавшихся пропавшим без вести. По поручению губернатора в ближайшее время в нашем регионе появится монумент, который увековечит память ульяновцев, героически погибших в специальной военной операции. Над проектом памятника ведет работу скульптор Олег Клюев. Монумент может появиться на территории Парка Победы.